Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Запад заявил об энергетической победе над Россией. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бероль заявил, что Европа победила в энергетической схватке с Россией и окончательно избавилась от российской нефтяной, газовой и угольной зависимости. В связи с чем Фатих Бероль поздравил с энергетической победой жителей Европы и предсказал Евросоюзу счастливое будущее. Тогда как будущее России видится главе Международного энергетического агентства безрадостно. Господин Бероль напророчил России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. Якобы, благодаря наличию финансово благополучных и надежных европейских потребителей, Россия зарабатывала две трети своих сырьевых доходов. Разрыв экономических связей с Европой больно ударит по российским нефтегазовым компаниям, которые якобы лишатся западных инвестиций и поставок высокотехнологичного оборудования, без которого они не смогут продолжить добычу ресурсов в прежних объемах. На замещение выпавших европейских энергетических объемов у российских компаний уйдет, по мнению Бероля, свыше 10 лет. Отмечу, что этот же Бероль прогнозировал падение добычи нефти в России на 20%, ввиду негативного влияния на нашу нефтяную промышленность западных санкций. При этом недели ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча в России нефти в текущем году останется на прежнем уровне, при этом доходы российских компаний от экспорта нефти существенно вырастут. Иными словами, западные санкции по факту никакого негативного влияния на российские нефтяные компании и экономику страны не оказали. При этом западные страны охвачены топливным кризисом и испытывают острый дефицит в поставках дизельного топлива и топочного мазута. И еще хуже для Запада обстоят дела на газовом и угольном рынке. Хотя объемы экспорта российского газа упали в 2,5 раза относительно прошлогодних объемов, «Газпром» получит большую прибыль за счет роста цен в 4-5 раз относительно 2021 года. При этом расходы европейских потребителей вырастут в те же 4-5 раз. По оценкам западных экономистов, в результате антироссийских энергетических санкций сырьевые доходы России вырастут в текущем году относительно предыдущего в 2 раза. При этом Евросоюз уже потратил на борьбу с энергетическим кризисом еще до начала отопительного периода свыше 500 млрд евро. Тот же Бироль месяцем ранее прогнозировал, что следующие два года станут еще более трудными для Европы, которая не сможет найти замену российским ресурсам. Поэтому приходится констатировать, что Евросоюз терпит сокрушительное поражение в безумном и лишенном здравого смысла энергетическом противостоянии с Россией, превращая себя в банкрота лишенного каких-либо экономических перспектив.